Здравствуйте, с вами Анна Балиет, программа «Открытый урок». Этот выпуск расскажет о интересных людях и, конечно, ярких событиях сферы образования, одним из которых стал международный форум «Академия школьных дебатов», который проходил в течение нескольких дней в лагере «Юнармеец». Об этом и многом другом в нашей новостной рубрике. Совершенствование навыков ораторства, способность говорить на различные темы, форум «Академия школьных дебатов» из года в год дает возможность школьникам развивать в себе эти умения. По традиции он проходит в лагере «Юнармеец». Осенний форум прошел в международном формате, собрав более 250 участников. Многие из этих ребят уже приезжают на дебаты далеко не в первый раз, но есть и новички. Когда я узнала про дебаты, мне сказали, что я еду, мне было страшно, я очень сильно нервничала. Я не знала, что делать, как рассказывать. Но очень хотелось это попробовать, узнать, как правильно вражать свою основную мысль. В течение пяти дней школьники, прибывшие на форум из различных уголков как нашей страны, так и зарубежья, дебатировали на различные темы, конечно же, общались, обменивались знаниями. Важно то, что каждый год сюда приезжают эксперты-дебатеры мирового уровня из различных стран. На этот раз от России, Великобритании, Польши, Катар и другие. К нам сюда приезжают бесплатно одни из лучших спикеров мира. Люди занимаются дебатами за идею. Они видят, какая польза для ребят, они понимают, насколько это востребовано в мире. Дебат-лагерь разделился на две лиги. Русская и англоязычную, тематическая область актуальна, демократия и общество. Команды же сформировались таким образом, чтобы в их состав входили ребята из разных образовательных учреждений. Также важно отметить то, что шестой форум показал увеличение количества школьников из России, выступающих в англоязычной лиге, в том числе ребят из Щелковского района. У нас до этого было порядка трех ребят из гимназии, а в этот раз от района практически 20 человек из нескольких школ. Шестой форум, изюминка заключается в том, что мы, если раньше все-таки проводили более параллельные такие лиги, русскоязычный проект, англоязычный проект, то сейчас немножко обособили участников русскоязычного дивизиона и англоязычного дивизиона. Открытие форума и по традиции показательная игра экспертов в суде. Здесь школьники могут подчеркнуть для себя что-то полезное. Несколько дней они повышали навыки ораторства, учились у экспертов, проявляли себя творчески. В финале же лучшие команды дебатировали на весьма непростые темы. В русскоязычной лиге обсуждали процесс усыновления, каким образом должна происходить эта процедура. Команда утверждения выступает за введение законопроекта, который не позволяет будущим родителям, иначе усыновителям самостоятельно выбирать ребенка для последующего создания семьи. Предлагает усыновление вслепую, и, соответственно, команда отрицания высказывает контраргументы. Убедить значит победить. После долгих обсуждений судьи вынесли вердикт. На этот раз более убедительной была команда отрицания. Огромное спасибо выражаю всем экспертам, которые приехали к нам на очередной форум. Вы, ребята, молодцы, вы креативные, вы классные. Конечно, спасибо огромное всем организаторам, волонтерам, руководителям образовательных учреждений нашего района, которые вместе с Комитетом по вопросам образования взяли на себя основную роль организаторов. Конечно, очень много сделали, и, конечно, сегодня в очередной раз очень сложная финальная игра. Мария Козлова из шестой форум принес сразу две победы в финальной игре, а также в рейтинге лучших спикеров форума русскоязычной лиги в топе 10 «Девушка первая». С темой было работать не очень легко и не очень сложно. Это одна из тех тем, на которые сразу видны какие-то очевидные аргументы, а какие-то интересные штуки и ловушки уже не придумать, и сложно играть. Подвели итоги в англоязычной лиге. Здесь, напротив, сторона утверждения оказалась убедительнее. Но стоит отметить то, что в финале спикерам досталась сложная тема. Это была алиспирирована той трагедией, которая потрясла всех участников форума, которая произошла буквально в первые дни нашей работы. Это трагедия в Керчи. Так вот, должны ли средства массовой информации показывать сцены насилия, связанные с такими массовыми преступлениями или террористическими актами? Или все-таки они должны скрывать эту информацию, так и иначе не показывать наиболее ужасные кадры зрителю? Здесь даже не важно, какая сторона победила. Важно, что обе стороны рассмотрели аргументы за и против такой политики. Когда нам только объявили тему, первой реакцией был шок, и прежде всего от того, какая позиция нам досталась, сторона утверждения. Но в процессе разбора многое стало ясно. В ходе дебатов игра принимала разные обороты. Так что к концу раунда я поняла, что мне повезло быть на стороне утверждения. И нельзя не отметить то, что спикерам для достижения результатов пришлось покинуть так называемую зону комфорта, четко аргументировать, отстаивать свою позицию, убеждать. Но одно известно наверняка, этот форум запомнится надолго его участникам. Поскольку форум состоялся, я уже могу сказать, что у нас самый крупный на территории СНГ форум для школьников. Аналогов нашему форуму нет. И за это огромное спасибо Щелковской администрации, главе района Алексею Васильевичу Валову, который этот форум поддерживает. И мы уже проводим шестое мероприятие за последние три года. Проведение следующего форума планируется на март 2019-го. Он обещает быть не менее интересным. О настоящей дружбе можно многое сказать. Якуб в составе польской делегации в Щелковский район приезжает вот уже второй раз. Парень признается, новость о предстоящей поездке в Россию, а именно визит по братим Грозницкого повяда, каковым и является наш район вот уже три года, очень обрадовала. Здесь у него немало друзей и знакомых. У меня много приятелей, друзей. Мне очень нравится и город, и особенно Россия. Я могу даже сказать, что хочется тут возвращаться, сюда возвращаться и возвращаться. Могу даже сказать, мог бы тут и остаться. Побратимские отношения связывают наш район и Грозницкий повят три года. За это время дружбы удалось успешно наладить коммуникацию между муниципалитетами. Так в середине сентября ученики Щелковской гимназии пребывали в гостях у наших побратимов в течение нескольких дней. Теперь же и польская делегация приехала с ответным визитом. Это ученики технической школы имени Квитковского и их руководители. По традиции гостей поприветствовали районные власти. С удовольствием продолжаем наши все дружеские связи и обмены каждый год. Приезжают ваши руководители, мы приезжаем к вам в гости и наслаждаемся общением друг с другом. Ваш приезд – это один из таких шагов дружбы. Мы рады приветствовать вас здесь. Если кто-то из вас подружится с русскими девчонками или парнями и между вами образуется дружба, это будет начало. Очень меня радует то, что наша молодежь имеет приятеля в Щелковском районе и в Щелково. Думаю, что это приятельские отношения и дружеские отношения будут на долгие года. Гостям из Польши уже удалось встретиться с друзьями, учениками Щелковской гимназии, руководством и педагогами учреждения. Встреча прошла в теплой атмосфере. Ранее же ребята успели полюбоваться красотами и многообразием видов столицы, соседних городов. Ну а теперь самое время отправляться за впечатлениями и по нашему району. Оценить достопримечательность и пройтись по улицам нашего района. Делегацию из Польши ждет немало ярких моментов. Экскурсия началась с самого сердца Щелково, центра города. В целом же программа обещает быть насыщенной. За несколько дней пребывания в Щелковском районе делегации планируется посещение предприятий, культурных центров и памятников архитектуры. На сегодняшний день население Земли составляет около 8 миллиардов человек. Один человек в день в среднем выбрасывает 1 килограмм мусора. А теперь представьте, сколько мусора в день выкидывают все эти 8 миллиардов. Но если научиться правильно сортировать мусор, то его станет меньше, как минимум в два раза. А значит, угроза того, что наша планета превратится в одну большую свалку, значительно отступает. Это и многое другое рассказали ученикам 5 класса Щелковского лицея номер 7. Для успешного внедрения проекта раздельного сбора на территории Московской области необходимо повышать экологическую культуру населения нашего родного Подмосковья. И такими беседами и различными мероприятиями, направленными на решение экологических проблем, привлекать внимание жителей к этой проблеме. С 1 января 2019 года в Подмосковье в силу вступят закон о сортировке мусора. А это значит, что мы на пути к чистой и здоровой планете. Система предполагает два вида мусорных баков. Синий – для переработки вторсырья, и серый – для бытовых отходов. Из вторсырья можно будет неоднократно изготовить новые продукты потребления, например, новую бумагу или одежду. В Щелковском районе раздельный сбор мусора в тестовом режиме практикуют уже несколько месяцев. Некоторые площадки оборудованы баками двух цветов. Ученики 5-го В-класса внимательно слушали важную информацию, задавали вопросы, а после сделали верные выводы. Мы должны правильно сортировать мусор, чтобы дышать свежим воздухом, чтобы употреблять в пищу хорошую еду, чтобы спасти нашу планету от засорения. Мы должны больше задуматься о природе, думать о том, что будет потом. Если мы один день будем полностью правильно сортировать, то мы можем сберечь полностью целую нашу планету. Ребята, прослушавшие лекцию, заверили учителя. По приходу домой непременно расскажут родителям о том, что батарейки ни в коем случае нельзя кидать в общий мусорный бак. Сортируем отводы и думаем о будущем! А вы знаете, что первый в мире светофор появился в Лондоне в 1868 году? А известно ли вам, что поначалу он назывался не иначе, как семафор? Известно? Садитесь! Пять! Ученики первого класса школы номер 4 в Щелково теперь тоже без труда ответят на эти вопросы. А все это благодаря тому, что с ребятами не только повторили правила дорожного движения и напомнили то, какими бывают знаки, но и рассказали, как необходимо себя вести, чтобы не случилось беды. Я просто хочу сказать, что очень много внимания мы заостряем для того, чтобы дети были в безопасности и была организована работа по тому, чтобы они не попадали в ДТП и в трудные ситуации именно во время, когда идут в школу, когда выходят из школы и когда вообще они в повседневной деятельности. С первоклассниками в игровой форме провели так называемую лекцию ПДД. Им загадывали загадки, например, по дороге ехал самовар, букву Се он растерял. Что же значит, например, на дороге буква Р? Танцевали и пели, а в завершении даже подарили памятные сувениры, цветоотражающие стикеры. Презент не только красивый, но и полезный. Сегодня мы провели первое интерактивное мероприятие, связанное с посвящением первых классов пешеходам. Видно, что очень большую работу провел педагогический состав школы. Видно, какой отлик нашел в этом мероприятии в сердцах детей, как они активно участвовали в этом мероприятии. Мне очень там понравилось. Еще страна светофориум тоже понравилась. Мне понравилось разгадывать знаки. И я узнал много нового. В завершении мероприятия первоклассники произнесли клятву пешеходов. Они пообещали изучать и выполнять все правила дорожного движения. Здоровое питание для школьника – залог не только хорошего самочувствия, но и как следствие успеваемости ребенка. Теперь оценить качество пищи в школьных столовых могут и родители учащихся. Для этого в образовательных учреждениях района проходят специальные дегустации. На некоторые заглянул и открытый урок. Вкусным и полезным должно быть питание школьника. Современные стандарты сегодня не допускают иного. Ирина Николаевна Голубева работает заведующим производства вот уже более 40 лет. И кому как не ей знать ответы на все гастрономические вопросы. Здесь секрет прост – подходить к работе с любовью, ну и, конечно, со знанием дела. И меню продумано, очень продуманное меню. И качество приготовления, конечно. Требования увеличились, засточились, я бы сказала, даже. Вот. Но стараемся. Сегодня оценить питание ребят могут и их родители. Интерес к школьной еде был вызван давно. Так в общеобразовательных учреждениях перед традиционными публичными слушаниями проходят специальные дегустации. Не исключением стала и школа номер 12 имени Чкалова. Мы периодически навещаем школу, посещаем столовую. И в этот раз были приятно удивлены нововведением, которое у нас в школе произошло. Как домашняя полноценная еда. Очень понравилась дегустация. И замечательно, что пригласили нас родителей. Нужно сказать, что акции вызывают общественный резонанс. Родители активно включаются в процесс, оставляют отзывы. Возможность оценить предоставляемую одним из комбинатов питания продукцию выпала и нам. И я дам свою оценку. Всего же в нашем районе работают три комбината питания. Компании «Концепт», «Водир», комбинат питания и оптовой торговли. Работают уже не первый год и каждый в определенных учреждениях. Оценить качество предоставляемой продукции одного из них смогли и родители учащихся школы номер 17. Здесь на дегустации собрались более 400 человек. Организация питания – это основной аспект, который в рамках своих полномочий руководство школы должно очень четко контролировать и следить. Кроме того, в образовательных учреждениях района сегодня активно развивается проект «Многофункциональная школьная карта». В рамках реализации проекта «Школьная карта», о котором мы сегодня тоже с руководителями комбината школьного питания проговаривали, мы видим, что это очень удобная система и для родителей, и для учеников, и для комбинатов школьного питания. Первый этап реализации этого проекта пройден. Мы надеемся, что второй этап мы тоже пройдем успешно, привязку школьной карты к системе безопасности учреждения. Но не только качество питания в школе волнует родителей сегодня. Также нередко интересует вопрос предоставления льгот по питанию многодетным семьям на территории Московской области. Питание многодетных семей предусмотрено указом президента Российской Федерации о мерах по поддержке многодетных семей. Но надо отметить, что тот же указ президента реализацию этих мер поручил субъектам Российской Федерации. Поэтому в Московской области есть закон о мерах по поддержке семьи и детей в Московской области. В данном законе четко определено, что данные меры пользуются граждане Российской Федерации, которые проживают на территории Московской области. И они должны быть зарегистрированы по месту своего проживания. Сегодня подход к качеству школьной пищи строг. В учреждениях особое внимание направлено на культуру питания. Прежде всего важна польза приготовленной пищи, сочетание продуктов, грамотная разработка рациона в целом. Стоит отметить, проведение акции показывает, родители в численном преимуществе остаются довольны качеством представленных блюд на дегустации. Наша программа продолжает рассказывать о талантливых ребятах, учащихся образовательных учреждений нашего района. Ученица 11 класса Монинской школы номер 3 имени Красовского Анастасия Малемина – яркая личность. У девушки немало увлечений. О каких именно – расскажем далее. Это очень амбициозный человек, очень добрый, отзывчивый, всегда придет на помощь. Она очень умна. А как подруга она всегда поможет, выслушает и даст совет. Ее отличительная особенность в том, что она умеет все доводить до конца, до какого-то логического завершения. Хотя предела совершенствованию навыков в интересующих Анастасию Малемину областях, как она сама признается, нет. Ученица 11 класса Монинской школы номер 3 имени Красовского – личность творческая. Мир музыки начала постигать с самого детства. Обучалась игре на скрипке, освоила и другие музыкальные инструменты. Ни один школьный концерт не проходил без участия Насти. Здесь важно отметить и то, что в образовательном учреждении были созданы все условия для развития творческих способностей ребят. Школьные свирельные и вокальные ансамбли, например, не раз становились украшением праздников и не только в стенах учреждения. Участвовали и побеждали в различных конкурсах от районного до международного уровня. И Анастасия была в числе юных музыкантов, сумевших покорить сердца зрителей многих городов. Но самые яркие впечатления артистам принесли выступления за границей. В 2012 году мы были в Болгарии на международном конкурсе, где они взяли третье место. Потом у нас был тур по Европе, нас пригласили. Мы были в Польше выступали, в Париже, мы были в Германии, в Чехии. И там они играли на свирелях, и вот этот же ансамбль «Солнышко» тоже пел. То есть вот ей это все нравилось, она этим с удовольствием занималась. Изначально это были маленькие какие-то конкурсы. Мы ездили в тот же «Щелковский романтик». Мы были в разных школах, были в 12-й школе Чкалова. Затем были конкурсы всероссийские в Москве. Ну и когда-то в определенный момент мы достигли какого-то уровня, и да, мы поехали за границу выступать. Но не только музыка интересует нашу героиню. Спорт то, без чего сегодня она себя просто не представляет. Вот уже не первый год Настя занимается спортивным туризмом. И что примечательно, и это увлечение нашло ее в стенах школы. Вместе с тем, что девочка такая интеллигентная, изящная, она отличная спортсменка. И добилась там достаточно высоких результатов в спортивном туризме. И отметить я бы хотела то, что Настя именно разносторонне одаренный ребенок. Нужно отдать должное родителям, которые уделяли этому разностороннему развитию очень значительное место в воспитании. Шаг за шагом девушка покоряет новые высоты, уже имеет первый взрослый разряд по спортивному туризму. В этом году в составе сборной команды Щелковского района участвовала в соревнованиях Центрального федерального округа. Можно трезво оценить свой уровень и понять, насколько ты хорош или плох. Ну и в данном случае каких-то мест мы особо не заняли. Но тем не менее это был огромный опыт. Но стоит сказать о своих достижениях, наша героиня говорит не часто. Вообще Анастасия очень требовательна к себе и всегда идет к заветным целям до конца. Может именно поэтому и удается добиваться поставленных задач. И сегодня их немало. Я бы хотела иметь, допустим, свою детскую команду, чтобы передавать свои знания, передавать свой опыт. Но в то же время я бы хотела в других областях быть успешной. Я люблю химию, мне нравится физика, мне нравится математика. Точные науки и профессию Анастасии Малеминой хотелось бы получить связанную с ними. Сегодня она стоит на пороге нового жизненного этапа. Ведь впереди сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗ. На каждый вопрос они всегда найдут ответ. Ох уж эти дети, порой мне кажется, что они знают гораздо больше взрослых. Ребята, что такое хлорофилл? Думаю, это какой-то растворитель или лекарство какое-нибудь. Какое-то там средство. Прямо где посуды. От комаров пшикать. Какой-нибудь вид спорта. Ну, успокоительное, наверное. Мне кажется, это какое-то вещество, которым можно, помогает оно в каких-то, например, очищениях в чем-то. Или, может быть, это какое-то вещество, которое добавляет какие-нибудь лекарства, которые очень хорошо в больнице помогают или людям. На самом деле хлорофилл – это пигмент. Еще его называют основой всего растительного мира. Хлорофилл окрашивает хлоропласты растений в зеленый цвет. При участии компонента происходит фотосинтез. Ребята, почему осенью листья желтеют и падают? Это природное явление, связанное с осенью. И дети всегда прекрасно понимают, когда начинают желтеть листья, что скоро наступит холода, придет зима. Ну, наверное, это связано с биологическими процессами, как я думаю. Ну, каким? Ну, так сказать, разрушением хлоропластов. Внутри листьев происходят химические процессы. Листья теряют свой зеленый цвет, приобретая желтый и красный. И вот эти красные и желтые тоже присутствуют внутри, но не в том большом количестве. Хлоропласт распадает, он становится более ярким и видимым. Я считаю, что в первую очередь это связано с тем, что мы живем в мире, который двигается в вечном круге. Жизнь должна сменяться смертью, и поэтому листья повыдают, желтеют и опадают из деревьев. Для того, чтобы впоследствии весной родились новые листья, и жизнь процветала заново. Листья состоят из углевода рибоза и из трех остатков фосфорной кислоты, поэтому им хочется приобретать фермент, который изменяет их внутренний цвет. Ну, проще говоря, им просто хочется желтеть. Прежде всего, процесс изменения цвета листвы осенью происходит из-за похолодания и уменьшения количества дневного света. Перестает вырабатываться как раз хлорофилл, тот самый пигмент, придающий зеленый цвет листьям. А вот оранжевые, желтые пигменты, которые действительно в них присутствуют, проявляются. Готовясь же к зиме, деревья сбрасывают листву. И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Балиет и программа «Открытый урок». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин